Дополнительное финансирование – один из самых важных для Украины вопросов, которые обсуждают на заседании Европейского совета. МВФ недавно оценил ежемесячные потребности государства в 5 миллиардов евро. Чтобы частично покрыть возросшие из-за войны расходы, лидеры ЕС по итогам внеочередного собрания планируют выделить Украине 9 миллиардов новой макрофинансовой помощи в виде суды и грантов. Прежде всего они будут направляться на вопросы, связанные с оздоровлением финансовых институтов, то есть поддержание курса гривны, удержание финансовой системы в целом на социальные выплаты. И, естественно, речь будет идти, конечно же, о помощи беженцам как на территории Украины, так и на территории стран соседей. Также на заседании обсуждают пути преодоления продовольственного кризиса в мире. Он возник из-за блокады России четырех украинских портов. Именно через них до войны страна осуществляла 75% всей торговли. А сейчас в портах заблокировано только зерна, как минимум 22 миллиона тонн. Одним из вариантов возобновления экспорта является организация конвоев. Была соответствующая инициатива некоторых стран Европейского Союза, которые обратились с такой инициативой при поддержке Британии, о том, чтобы выделить военные суда, которые будут сопровождать украинские сухогрузы, которые будут вывозить, соответственно, это зерно с украинских портов. Она требует, наверное, максимального консенсуса и определенного политического решения со стороны стран Европейского Союза. Еще один вариант снятия блокады, который обсуждают – военный. Его эксперты называют более дешевым и надежным. Наиболее эффективный метод разблокировать украинские порты – это силовой. Для этого в Украине нужны соответствующие оружия в больших количествах, которое бы позволило топить российские корабли, которые будут этому препятствовать. Но труднее всего на заседании идет обсуждение шестого пакета санкций против России. Его не могут утвердить уже длительное время. От полного нефтяного эмбарго решили отказаться. Но эксперты говорят, что и без него объемы суточных продаж сырья из РФ сократились на 1 миллион баррелей по сравнению с довоенным периодом. Из-за опасений компаний, которые ведут торговлю с российскими контрагентами, введения против них санкций Соединенными Штатами, Великобританией, государствами, членами Европейского Союза. Сейчас лидеры стран ЕС обсуждают запрет морской транспортировки нефти из России и отсрочку ограничений на импорт из наземного трубопровода «Дружба», который является основным источником поставок в Венгрию. Даже при таком варианте РФ потеряет две трети всех объемов продаж нефти. Если мы ориентируемся на стоимость этого импорта в категориях 2021 года, то это получается, Российская Федерация сможет всего лишь получать порядка 27 миллиардов евро в год вместо 80 миллиардов евро, которые существовали, покрывали весь экспорт в Европу. Поэтому это значительное. Решение буксирует из-за Венгрии. Эта страна настаивает, что ей нужно как минимум 4 года для перенастройки своего оборудования под обработку нефти из других источников. А еще требует увеличить размер компенсации от ЕС за рост цен, вызванный эмбарго. Во временном продолжении наземных поставок заинтересованы и другие страны, не имеющие выхода к морю, включая Словакию и Чешскую республику. Мы увидим принятие шестого пакета далеко не сразу. Будут какие-то предложения к тем странам, которые не хотят отказываться идти постепенным путем. Но, к сожалению, за это время и Российская Федерация будет перестраивать свои рынки, пытаться находить рынки в Азии на нефть. Если новые санкции вскоре и примут, то в максимально урезанном виде, считают эксперты-международники. Наиболее завязанные на Россию Венгрия и Кипр будут всячески саботировать принятие действительно эффективных санкций. Сейчас уже, собственно говоря, идет давление на Верокомиссию в плане того, чтобы не отменять и поставки, связанные по морским путям, и не отказываться от возможности получения недвижимости, покупки россиянами на территории Евросоюза и получения бухгалтерских услуг. А вот заявку Украины на членство в Евросоюзе на нынешнем заседании обсуждать не будут. Ее планируют рассмотреть на регулярном саммите стран ЕС в июне.